По-настоящему теплой получилась встреча Нурсултана Назарбаева с представителями общественности региона. За круглым столом президент рассказал о ближайших инициативах и выслушал кустанайцев. Подробнее о разговоре с президентом расскажет Елена Шрапер. В Кустанайскую область Нурсултан Назарбаев приезжает фактически каждый год. И всегда его встречают, что называется, хлебом и солью. Причем хлебом в прямом смысле. Первым делом глава государства объехал поля, чтобы узнать, как идет сбор урожая. А после встретился с местными жителями. Это аграрии, учителя, соцработники и ветераны, молодежные активисты и члены Ассамблеи народа Казахстана, представители НПО и спортсмены. Разговор с кустанайцами получился как у давних друзей. Как начиналась независимость, чего удалось добиться за 25 лет и что еще предстоит сделать. Причем в первую очередь президент хотел узнать о жизни в регионе от самих жителей. Давайте сегодня побеседуем. Я приехал слушать вас. Не сам говорит то, что я говорю. Какие у нас есть программы по разным вопросам экономики, политики, индустриализации. Нурлужол программа по социальным делам всем. И медицина, и здравоохранение, и межнационального согласия через Ассамблею, где мы сейчас находимся. Все это вам известно. Но мне хочется узнать, конечно, дыхание с мест. Что, как люди, как оценивают эту работу. Может быть, что-то еще надо делать. Но прежде отчет Акима и министра сельского хозяйства о социально-экономическом развитии региона. За годы независимости Кустанайская область из аграрной стала индустриальной аграрной. К примеру, выделенные в этом году 97 миллиардов тенге на агропромышленный комплекс страны стали вторым дыханием для этой отрасли. Конечно, в большой агропромышленной улице, как и Кустанайская, будет выделена часть этих средств. Так? Вот сколько Кустанай получит из этого? Из 97 миллиардов, 51 миллиардов будет направлено в поддержку проектов малого и среднего бизнеса. И прежде всего для решения вопросов сельхозкой операции по линии Казагра. 30 миллиардов – это вопросы животноводства. 12 миллиардов – это инициационные субсидии. Вот когда вот так будешь рассказывать, да, никто ничего не понимает, перечислено. Это огромные меры государства для того, чтобы еще раз мощно поддержать аграрный комплекс. А дальше простым языком и на конкретных примерах президент рассказал, куда действительно направлены деньги. В первую очередь на выдачу микрокредитов товаропроизводителям, создание и развитие кооперативов и субсидирование. Мы говорим, что надо поднять производительность труда сельскохозяйства, потому что один аграрник производит продукцию на 800 тысяч тенге всего. А, например, сервис или услуги, даже вот в ресторанах, там, прачечных или еще что-то, там, компьютершики и так далее, там 4 миллиона тенге на одного жителя. Понимаете, не факт, что ты на большом заводе работаешь. Вот в чем дело. Поэтому мы воссоздаем кооперативы. Были же кооперативы. Есть заводы, фабрики, которые построены, мясокомбинаты, молокозаводы. Но они не загружены, потому что 80% мяса и молока производится в частном секторе у каждого. Но никто их не собирает, не сдает в эти готовые заводы. Поэтому воссоздаем кооперацию. Дело товаропроизводителя произвел, откормил бычка своего, надуил молока. Должны заплатить ему, прийти у него забрать и загружать эти заводы. В качестве примера Нурсултан Азарбаев привел несколько проектов бизнесменов, которые не побоялись тяжелой работы и сейчас пожинают плоды своего труда. О такой рекламе от президента можно разве что мечтать. Плата за нее тоже особенная. Трудолюбие, порядочность и целеустремленность. Говорят, если хочешь преуспеть, твое сердце должно быть в бизнесе. А у нас в Казахстане, благодаря вам, Нурсултан Абишевич, бизнес развивается стабильно. Поэтому наши сердца всегда с вами. По программе развития моногородов я открыла цех по производству кондитерских изделий, где работают сейчас уже 50 человек. И я точно знаю, те, кто хочет работать, всегда получат вашу поддержку. Впрочем, поддержку получают не только бизнесмены. Например, Василия Левита, серебряного призера Олимпиады в Рио, по возвращению домой чествовали как победителя. Хотя в финале он проиграл сопернику из России. Я смотрю на Василия Левита. Спортсмены Кустанайские тоже знаменитые. Вчера чествовали российских. Что он там, Путин шептал, Тищенко, я потом спрошу. Я говорю, смотрел твой бой. Интересно, если смотрел, что он подумал. Наверное, подумал, что ты его хорошо побил вообще-то. Все эти результаты и достижения, по словам президента, построены на крепком фундаменте мира и стабильности. И особая заслуга в этом Ассамблеи народа Казахстана. Она всегда выступает в качестве главного фактора формирования нашей национальной идентичности, единственного государства. Это голос, это трибуна для всех наций и народов, в которых живем. И мы сейчас осуществляем план нации, который вы знаете, по укреплению общественного согласия, развитие экономики в условиях глобальной реальности сейчас. План нации – это подобранные служащие, народу государственные служащие. Это верховенство закона, чтобы закон работал на человека. Это развитие малого и среднего бизнеса. Это открытые правительства и так далее, и так далее. Во всем этом роль Ассамблеи очень большая. Единством и трудом своим мы добьемся еще больших вершин и успехов.